еду на работу сегодня четверг идет дождик хотя обещают потепление мы едем на свадьбу выходные и как раз у нас будет банк холидей и вроде как жарко даже будет но посмотрим это хорошо что жарко теплая погода на выходные по заказу свадебное время так продолжаю тему сравнения англии и америки даже не все америки на флориды наверное но и небольшой знаток конечно америки но тем не менее где где культурные воспитания на этот вопрос навряд ли кто-то сможет ответить только если статистика и google не знаю узнать люди это все разные абсолютно и здесь бывает если вот вопрос такой задается я думаю что многие думают что англия это такая какая-то невозможна страна такая высшей культуры там и так далее то могу вас разочаровать если по телевизору и каких-то документальных фильмах вы видите английскую королеву принцев там и так далее то знать аристократ местных туда возможно книжки там читаете что они такие какие-то другие неземные что я думаю я думаю это не все такие простые люди а их большинство я думаю и причем не именно не иностранцы а именно англичан есть такие как их назвать вообще и ругаются и матерятся и скандалят то есть вот поэтому простой жизни всяких можно убедить между собой скандалят они не то что там у нас иностранцы они между собой и разводятся и изменяют может не в таком количестве конечно у нас но такое есть вот и воспитанные они ну да если у них у них с детства извините простите там на каждом шагу и ни о чем то есть ссори тут звучит везде и всюду и спасибо и то это совсем не значит что они уж прям такие чопорные беженевые все нет ругаются так же как и наши скандалят могут скандалить ни о чем вот поэтому не знаю как это сказать все люди разные в общем это очень общий вопрос и люди все разные и если вы сам такой очень вежливый воспитанный человек то да конечно приехав там в ту же Англию можно как бы разочароваться в каких-то моментах сначала кажется что это да ой такие все прям вежливые на ногу наступила он тебе говорит сори где-то в магазине толкнулись столкнулись где-то он тебе кричит сори извини извини да и все мне кажется они такие вежливые такие прям невозможные ну нифига это у них это ничего не значит это просто как бы разговорные манеры извините простите спасибо и пожалуйста вот в Америке думаю так же всякие бывают что-то еще хотела сказать читаю комментарии утром сажусь когда кофе пью на работу собираюсь потом все улетучивает из головы наверное все таки лучше прямые эфиры проводить по вопросам особенно вот едем на свадьбу когда завтра завтра едем у Наташи там сестры приехали из Киева она уже неделю с гостями вся эта суматоха свадьбы конечно совсем непростое дело но она захотела себе праздник сделать вернее не захотели ну праздник так праздник классно все праздник кстати про англичан хочу этот момент осветить но Наташа там не будет времени брать интервью там с ней разговаривать я думаю то что она мне рассказывает она мне звонит почти каждый день сейчас пореже правда занята сестрами вот у нее значит так ну что меня раньше удивляло когда мы получили документы хотелось везде поехать везде там ну и не всегда как бы вдвоем ехать так я здесь поехала но опять дорога перекрыта вдвоем ну как бы с подружками допустим вот как здесь англичане живут и мы значит видели это все ой какие они тут раскопанные отдыхают везде ездят на выходные и вот кому нашим только не давайте поедем поедем на выходные слетаем куда-нибудь как они тут все и на день рождения и там на девичники какие-то там едут в Испанию на выходные там еще куда-то чтобы недалеко лететь да и далеко вот наших не соберешь никогда даже вдвоем ни с кем не соберешься у всех проблем у всех такие ну в общем у всех что-то мешает всем англичанки в аэропорту сидишь смотришь ну по 20 человек они все там навеселе то есть они приехали напились наелись там что они еще делают вот и летят назад два-три дня в общем панк холидей все там ну в общем все такое да наших никогда никто не соберется это прям ну редкий случай я не знаю таких что ездили так группами собирались в одно время и все проблемы свои откладывали ну я не знаю скажите мне если это не так вот у Наташи Наташа подтвердила сейчас в общем когда нас собрались свадьбу что делать у нее там она живет не только она обращается очень у нее много англичан вокруг вот много подруг с английскими мужьями и на работе у нее она работает в поликлинике русские наши русские девчонки там собрались естественным кругом устроили ей девичник все оплатили там куда-то они там съездили устроили девичник все дальше пошли ее английские англичанки но съездили они куда я имею ввиду про русских там спа где-то недалеко я же говорю у всех проблемы у всех семьи у всех дети и так собрались и то несколько человек в честь нее в общем это было хорошо англичанки англичанки устраивают где-то там ехать надо далеко все купили все оплатили значит она говорит все все собрались там это самые близкие из того окружения где у нее там окружение ее собрались поехали приехали он говорит что лишь бы праздник отрываются по полной пьют шумят балдеют веселятся вовсю это было немало человек там на этой Хенли партия девичник такой перед свадьбой Хенли что я сказала не Хенли а Хенс партия Хенли это местечко где они живут все вот и едут значит приехали назад и тут началось эти кричат мы тоже хотим девичник давай сюда давай хоть вот у меня в доме да мы тебе это да то понимаете это лишь бы погулять лишь бы повеселиться с одной стороны классно что люди живут в свое удовольствие поели заработали повеселились заработали повеселились поехали в общем очень мне это нравится честно говоря вот я говорю про то что у нас какой-то другой менталитет и мы всегда в проблемах мы всегда чем-то когда мы заняты озабочены задачами и в общем сложность проблема в том что у нас проблем много в голове и мы не можем отключаться от них у кого это не так напишите мне мне просто интересно наши люди мы всегда у нас что-то мешает у нас заботы какие-то они находят деньги и они не то что они там вот простые люди там прям осыпаны деньгами тут нет мы когда покупали дом первый у нас был финансовый адвайзер и он нам рассказывал говорит он нам объяснял тогда мы ничего не знали как тут кредиты брать как тут на дом дома покупать и он нам все очень рассказывал хорошо такой ясный английский у него был в лондоне мы жили и он прям вот хорошо объяснял и вот он рассказывал тогда говорит англичане говорит вот у них моргидж они приезжают моргидж это кредит на дом они говорят уезжают на холидей в отпуск а он говорил да сейчас говорит у меня много работы потому что сейчас отпусков возвращаются и всем надо реморгидж делать пипец реморгидж в общем залазят долги чтобы съездить на холидей а потом они делают реморгидж это чтобы деньги получить то есть переоценка дома банк дает деньги может дать деньги если у вас свой дом есть вот и вот так то есть даже лишь бы оторваться лишь бы повеселиться лишь бы ну отдохнуть и это я думаю с одной стороны вот в черном бежит сейчас ставлю как я вчера чуть не наехала велосипедиста в темной одежде вот в темном перебежала видите ли дорогу если потемнее так их не видно нифига на дороге этих пешеходов пешеходов и остальных почему-то вот люди не осторожничают вот ну да когда не думаешь об этом лучше одевать цвет ну ладно это я своем а вот о том что англичане умеют так оторваться умеют веселиться умеют отдыхать мы не умеем отдыхать честно говорю у нас все время ой ну как это вот все где взять и на что поехать и там вдруг дождь пойдет а я траву не покосил это вот наш все всем пока я уже доехала практически до работы считаю все светофоры уже собрала иначе успеваю свободно вот всем пока всем хорошего настроения еще может быть после работы что-то поснимаю всем пока я приехала домой и сейчас у меня будет завтрак стараюсь не есть 16 часов интервальное голодание 16-8 вот и хотела показать еще рецепт вот такой хлеб делаем он как настоящий хлеб и очень вкусный и такой простой рецепт просто вообще я в изумлении что такой хлеб получается из таких продуктов покажу рецепт сегодня буду делать и сниму так что-то у меня камера не так стоит так ну а на завтрак у меня обычно два яйца так бейкон жарю утром но он мне что-то поднадоел не знаю даже просто яичницу сделаю обязательно обязательно салат зеленые нужно мне не нравится употреблять оливки всего понемногу конечно много не следует есть в любом случае а что еще что еще что еще что-то еще надо приготовить рыба у меня тут есть жалую рыбу подогрею сегодня так можно кабачки пожарить нет не хочу готовим салат сегодня шпинат рокет салат и верхние листочки свеклы свеклу не не разрешается не позволяется свеклу саму есть а листья на поверхности что растут то можно вот такой салат очень вкусный сейчас латис в море с нас продают очень свежий жарю на гусином жире жарю на гусином жире нас гусином жире бывает разный такой до этого я брала он прям жидкий был а в этот раз морисонс нашла такой вот даже густой что надо перемешивать перед тем как жарить так и сейчас я себе рыбку разогрею и разобью туда яйца с салатом с хлебом с салатом с хлебом я делаю все завтрак и вот такой у меня сегодня завтрак два яйца салат оливки и кусочек рыбы огурцы у нас свои такие выросли и помидоры тут свои один вот такой огромный получился итак рецепт хлеба очень вкусного очень просто готов простой совершенно рецепт так мне нужно для этого форму такая нужно четыре яйца это бейкин пауэр разрыхлитель это кунжутная паста тахини такая вот у нас подается тахини и семечки семечки можно любые у меня тут кунжутные семена и льняное семя берем разбиваем яйца тахини четыре яйца на четыре яйца у меня 6 столовых ложек тахини хлеб очень вкусный и я уверена что он многим может понравиться мне его совершенно я им заменяюсь абсолютно никакой хлеб муки ем сейчас только вылили и нужно размешать с яйцами все это быстро густеет абсолютно никакой муки не добавляется и делается очень быстро вот уже густой такая получается масса и сюда бейкин пауэр разрыхлитель перемешиваем смешиваем добавляем семечки можно еще и какие-то другие добавлять на любой вкус я эти пока имею других пока нет но и мы получается масса и мы берем вот такая вот у меня формочка есть сбрызгиваю ее масло и выливаем эту массу все время занимает буквально ну может пять десять минут все это сложить замесить размешать даже не взбивать ничего и вылить в форму и сейчас я ее буду выпекать хлеб на чуть разогретой духовке до 180 градусов 40 минут и вот такой хлеб у меня получился он не остынет положил на решетку остынет когда тогда разрежу и сниму разрезе но уверяю вас это очень вкусно так вот он у меня здесь остывает хлеб такой годится для всего для бутерброда просто кушать что-то мазать на него что-то накладывать на него в общем это очень-очень вкусно просто рекомендую всем попробовать буквально ум отъешь и вот такой хлебушек получается смотрите он очень вкусный да забыла сказать еще соль нужно положить в тесто по вкусу конечно вот такой вот он получается очень вкусный и я говорю любые сэндвичи можно с ним делать и мазать и сыром ножем и супом и что хочешь абсолютно как хлеб кушается и очень вкусный